Доска, черно-белые фигуры и таймер, абстрактное мышление, логическая концепция и сосредоточенность. Все это шахматы. Именно этот вид спорта делает досуг неработающих пенсионеров акционерного общества «Сургутнефтегаз» интереснее. На первом в этом году турнире, приуроченном ко дню защитника Отечества, побывала наша съемочная группа. Карина Александровна продолжит. Развивает логическое мышление и дарит общение. В обществе неработающих пенсионеров «Сургутнефтегаза» прошел первый шахматный турнир этого года. Истории соревнований в клубе «Белая ладья» более 25 лет. У нас здесь очень много клубов по интересам. То есть это шахматный клуб, которому более 25 лет уже. Потом группа вязания – это волшебный клубок. Потом группа умелые ручки – это бисероплетение. Есть группа здоровья в здоровом теле, здоровый дух. И у нас еще есть хор «Нефтяная радуга», которая занимается в ДЭ «Нефтяник». В обществе неработающих пенсионеров зарегистрировано 7 225 человек на сегодня. Шахматные турниры проходят трижды в год. Первый – в преддверии Дня защитника Отечества. Участник едва ли не каждого соревнования – Лилия Буяк. Ветеран отработала несколько лет в НГДУ «Быстринскнефть». Трудилась инженером по охране труда цеха по капитальному ремонту скважин. После выхода на заслуженный отдых, к слову, была одной из тех, кто стоял у истоков – открытие шахматного клуба в обществе неработающих пенсионеров «Сургутнефтегаза». Чаще всего она, как руководитель клуба, выступает или в качестве судьи состязаний, или игрока. Играли в кедровом логе. Тогда было много лавочек, столики стояли даже. И вот мы играли там. Пошел сильный дождь, и мы зашли сюда. Потому что рядом кедровый лог. Мы зашли. И была Жуликова Анна Тимофеевна, председатель этого общества, неработающих пенсионеров. И говорит, ребята, может быть, вы здесь шахматный клуб организуете? И вот так мы организовали. Вначале был Кочетов Николай Романович, Сара Абдрахмановна, бывший участник войны, и я. Любовь к шахматам у Лилии Буяк случилась более полувека назад, еще в школе. Впрочем, подобные истории у большинства участников этого клуба по интересам. Участвовал в соревнованиях в школе, когда поиграл это. Потом в армии тоже участвовал, даже с немцами играли. Потом я поступил в техникум в Грозненске. Там участвовал, потом в институте участвовал. И потом на работе приехал по распределению Сургут-Нефтегаз, попал в тампонажное управление. Потом вот ушел на пенсию и вот здесь, сейчас. Все время прихожу. И время, и удовольствие. Главное удовольствие получаю. Анатолий Король стал лучшим в традиционном шахматном турнире. Второе место занял Иван Кутейко. Замкнул тройку лидеров Валерий Дерезовский. Наградил Сургут-Нефтегаз призами всех участников соревнований вне зависимости от занятых позиций. С этого года турнир шахматного клуба «Белая ладья» расширяет границы. Теперь в нем могут принимать участие не только представители общества неработающих пенсионеров ПАО «Сургут-Нефтегаз», но и те, кто ушел на пенсию по состоянию здоровья и состоит на учете в благотворительном фонде «Забота». Следующие состязания пройдут в мае ко Дню Победы и в сентябре ко Дню нефтяной и газовой промышленности. Карина Александян, Данил Панков, Сургут-24.